Осознание Апатией, раздражительностью В такие моменты даже мелочи выводят из себя Ничего не хочется делать, все валится из рук Заставить себя что-либо делать в такие моменты почти невозможно А если и получается, то делается все с большим трудом В такие моменты обычно говорят У меня нет настроения Или у меня нет сил В этом ролике мы разберем, что такое энергия Откуда она берется Куда мы ее сливаем И в самом конце ролика мы предложим вам нестандартно взглянуть на тему энергетического вампиризма Чтобы лучше понимать о чем сегодня пойдет речь Рекомендуем вам посмотреть наше прошлое видео на эту тему Ссылка будет в описании под видео Так почему и куда пропадают наше настроение и жизненные силы И можно ли их сохранить Сейчас я сохраняю себя Я не разбрасываюсь А вот теперь я пошла на работу И вот теперь всю энергию, которую я тогда накопила Вот она сейчас понесла Это большая иллюзия Это апогеем Вот этой парадигмой является еще одним из анекдотов У меня их много Я поняла Но они реально вот просто через анекдоты Очень настолько сочные И явно становится понятно, о чем речь Когда там в какой-то деревне Жена там Я сильно сокращаю их Бегает, шуршит, доет Там что-то делаешь Мужик лежит такой на сеновале Подходит сосед и говорит Сосед, а что жена у тебя шуршит, а ты лежишь Вот, ничего не делаешь Он говорит, ты что? А вдруг война? А я устам И в итоге он все время лежит, ничего не делает И энергии у нее не будет Иногда бывает даже так, что вы в отличном настроении Бодры и полны энергии Но после поездки в общественном транспорте Посещения торгового центра Просмотра новостей Или общения с некоторыми людьми Даже очень близкими Вы чувствуете себя обессиленными Разбитыми и подавленными Жизненные силы будто вас покидают И хочется полежать Приподнятое настроение сменяется усталостью Кажется, что вас как будто высосали энергетические вампиры Вот вы зашли наполненным, а вышли опустошенным Конечно, первое, что нам приходит на ум Кто-то забрал нашу жизненную силу И у него ее стало больше за счет того, что у вас ее стало меньше Мы исследовали, когда я задал в руки Задал вопрос там Поднимите руки, у кого были эти случаи Вот у нас на пробу на уроке 100 человек Вот, подняли руки там, допустим, 80 из них Окей, кто вспомнил Теперь поднимите руки, кому этот человек нравился И тема, на которой вы общались, когда энергия слилась, нравилась Поднимаются руки 3, 4, 5 из 80 Это прям очевидный слой Когда мне не нравится тема Я начинаю слилась А я не могу уйти Появляется вынужденность Я нахожусь в пространстве, в котором мне дискомфортно Я не хочу в нем быть И я не могу уйти И это начинается Я сливаю энергию В этот момент я сливаюсь Не человек, я сливаюсь Потому что у меня есть выбор Встать, уйти Сменить тему Давай о другом уже чем-то Да, как-то воздействовать Что-то сменить, чтобы энергия не сливалась Когда я управляю Когда я вообще задумываюсь, что со мной происходит Вот, либо человек, я не хочу с ним общаться Но мне приходится По работе еще где-то И от каждого контакта энергия сливается На самом деле причин, по которым мы сливаем свою энергию, очень много И быть более заряженным и наполненным Нужно обязательно учиться Мы выделили 10 основных энергетических дыр Куда мы сами добровольно сливаем энергию Человеческая психика устроена таким образом Что когда какой-то процесс остается незавершенным Наш мозг это фиксирует В результате происходит следующая ситуация Незаконченные дела висят на нашей психике тяжелым грузом Который постоянно оттягивает нас назад, тратя нашу энергию Сюда также можно включить невыполненные обещания Долги, которые вы вовремя не можете вернуть Все эти незавершенные процессы в большей или меньшей степени Высасывают вашу энергию и силы Когда человек обманывает, ему приходится тратить огромный запас сил Оно и понятно Ведь он должен поддерживать вымышленные образы и истории Поэтому, когда мы обманываем, мы еще и разрушаем собственное здоровье Сюда входит любого рода обман Лицемерие, самообман, ношение маски А также попытки казаться кем-то, кем вы на самом деле не являетесь Каждый человек представляет собой открытую энергетическую систему Когда кто-то изолирован от общества, он начинает ослабевать Потому что ему нужно обмениваться энергией с другими людьми Изоляция включает в себя расставание с семьей, переезд в другую страну Пренебрежение родственными узами, семьей или родиной Какие-то обиды, оскорбления, которые мы совершаем по отношению к другим людям То же самое происходит, когда мы испытываем страх Организм находится в режиме войны и готов за себя бороться В результате он истощается и человек начинает чувствовать себя уставшим Попробуйте быть чуть-чуть более открытыми людям и миру И сэкономите силы, необходимые для жизни Обрабатывая информацию, наш мозг затрачивает много энергии На ненужные страхи и переживания зря расходуются гормоны надпочечника Помните о том, что наш организм вырабатывает гормоны для борьбы со стрессом И что в случае излишней нервозности у вас могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем Во время сна все наши органы и системы тела обновляются Поэтому, если вы недостаточно спите или же спите в неправильном положении Вы просто не обновляете свои силы и не пополняете запас растраченной энергии В результате тело начинает накапливать токсины Сбиваются биоритмы и мозг не успевает разложить все по полочкам О том, как правильно спать, смотрите наш ролик Ссылка будет на экране и в описании Алкоголь, сигареты, переедание Все это вредит не только нашему физическому телу, но и духовному Вредные привычки, такие как переедание И любое употребление алкоголя, табака и других наркотиков Не только заставляют организм тратить ресурсы на выведение токсинов Но и переворачивают энергетику человека с ног на голову Сюда же можно отнести различные заболевания Как физические, так и психические Все это значительным образом отнимает нашу жизненную силу Суетливость, внутренний диалог, самобичевание Все это очень вредит нашему телу и душе На пустые разговоры, не наполненные каким-либо смыслом Человек тратит много энергии Обсуждение сплетен, осуждение других людей Генерируемый вами негатив на самом деле только кажется праведным Ведь бьет он в первую очередь по вам И истощает энергетически Вам это может показаться невероятным Но на самом деле на болтовню уходит огромное количество сил И как показывает практика, зачастую зря Поэтому многие религии изучают практики сдержанности и самоконтроля Считается, что таким образом человек может беречь силы и энергию, необходимые для жизни Есть ли у вас то, что вас вдохновляет? Если нет, то вам стоит задуматься над тем, чем вам действительно нравится заниматься Еще Конфуций говорил Найдите себе работу по душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни Конечно, и в любимой работе случаются сложности Но важно любить то дело, которое вы делаете Тогда это дело будет не отбирать у вас силы, а заряжать вас Когда вас заставляют и принуждают что-либо делать Вам этого, конечно же, не хочется Подумайте над этим Телевидение, как правило, несет в себе негативную информацию Которая человеку особо не нужна Особенно новости, которые создают стресс Который в свою очередь отнимает так необходимую нам жизненную силу Кроме того, есть сотни сериалов и фильмов Которые тратят массу времени и насыщают человека негативными эмоциями И не несут в себе ничего полезного Таким образом, вместо саморазвития человек попусту растрачивает себя В этом списке не было энергетических вампиров, и это не случайно В сети можно найти массу статей на тему энергетического вампиризма Отъема энергии разными сущностями, лярвами И даже есть классификации энергетических вампиров И инструкции, что делать, если вам попался человек, соответствующий описанию вампира Когда вы знаете, что такое энергия Когда вы знаете пространство собственных границ Когда человек умеет чувствовать самые разные виды энергии Когда он умеет чувствовать взаимодействие энергетическое с другими людьми Оно же всегда происходит Знаем мы про энергию, не знаем Когда мы общаемся, когда мы взаимодействуем, ну как-либо Мы все равно там есть, присутствует энергетическое взаимодействие Просто когда вы его изучили, вы начинаете его видеть, замечать У вас как глаза открылись, новый слой, еще один орган чувств появился И тогда, когда ты входишь в торговый центр Во-первых, можно быть очень устойчивым в своем Я иду своим путем У меня свой путь, иду от этого магазина к этому И что происходит с другими людьми, это их жизни Это их процессы Они как-то выбрали жить такой жизнью Как бы с ними ни было А я иду вот так В своем хорошем настроении И даже если вокруг хмурые лица Я могу продолжать чувствовать себя хорошо Потому что мне хочется быть в хорошем настроении прямо сейчас Не бывает энергетических вампиров В принципе А кого обвинять теперь во всем? Бывает человек, который не умеет чувствовать свою энергию И не замечает, куда его энергия сливается Вампиров не бывает Бывает человек, который сливает энергию сам Не замечая этого Сегодня каждый может освоить навык управления энергией И перестать сливать ее попусту Для наших предков мир энергии был таким же близким и понятным Как для нас сегодня мир материальный Все эти правила, что мы озвучили Для них были совершенно естественными В нашей традиции и в ведической культуре Индии Сохранились знания, как грамотно обращаться с энергией Жизнь в гармонии с природой Созидательный труд Спокойное отношение к трудностям Единство с близкими Энергообмен с высшими силами Все это создает энергетический баланс внутри человека, в семье и в обществе Сегодня, когда наш энергетический мир раздерган Очень актуально осваивать свою внутреннюю силу И наращивать ее подобно тому, как мы наращиваем мышцы Как научиться контролировать свою энергию? Как держать пространство собственных границ и не позволять никому влиять на ваше состояние в самых сложных ситуациях? Как быть всегда устойчивым в своем выбранном направлении и не выпадать из него? Как заметить свои сливные дыры и закрыть их раз и навсегда? Уже в понедельник, 18 мая, вы узнаете ответы на эти вопросы на бесплатном авторском вебинаре Сергея Князева «Нерушимая уверенность» Регистрируйтесь на трансляцию по ссылке в описании этого ролика Участие не требует оплаты И да пребудет с вами энергия и, конечно, осознание